Давайте подумаем, без какого аксессуара невозможно представить ни один женский гардероб. Конечно же, это сумки. Этот предмет гардероба входит в рейтинг самых желанных аксессуаров на все времена. Ни один женский образ не может состояться без завершающего штриха в виде дамской сумочки. Всем привет! Я Лоскотова Мария, основатель бренда одежды Виавиль. И сегодня в выпуске мы посмотрим с вами все актуальные и базовые модели сумок сезона осень-зима 2023-2024. Я обещаю, будет интересно. Оставайтесь со мной до конца и не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. И, конечно же, поставить лайк. Не жадничайте. Это очень сильно влияет на алгоритмы YouTube. А теперь, когда я все самое важное сказала, я предлагаю начинать. Поехали! Начнем мы, пожалуй, с самой большой вместительной модели. Это шоппер. Напомню, что показывать я вам буду как трендовые модели с подиума. Они, как правило, очень гипертрофированные и их сложно вписать в обычные повседневные образы. Так и базовые модели актуальных сумок, которые вы легко сможете применить для создания своих привычных аутфитов. Итак, шоппер. Популярен уже не первый сезон. Изначально шоппер предназначался исключительно для похода за покупками, но в последнее время все чаще мелькает в повседневных, спортивных и даже деловых аутфитах. Универсальность, которая стала сопровождать этот фасон сумки, обусловлена появлением разных ее видов. Большие или совсем большие. Текстильные, кожаные, плетеные, с короткими или длинными ручками. Лаконичные, однотонные или с необычным дизайном. Это разнообразие позволяет подобрать шоппер почти под любой образ практически в любом стиле. От повседневного casual до строгого делового. Ну, разве только что на какое-то торжественное мероприятие с шоппером не придешь. Ну, это будет очень странно. Но все равно модель максимально практичная, универсальная. Самое главное, вместительная. Если раньше считалось, что шоппер это сумка прямоугольной формы и никак иначе, то, как мы можем увидеть, дизайнеры предлагают отойти от установленных рамок и дать волю фантазии. Поэтому шоппер на сегодняшний день может быть абсолютно любым. Главное, чтобы размерчик был XXL, ну, скажем так. Вторая из актуальных сумок сезона осень-зима 2023-2024 – это строго прямоугольная сумка. Повторюсь, строгая, лаконичная, сдержанная. Так можно характеризовать актуальные сумки прямоугольной формы. Некоторые модели имеют настолько острые углы и жесткую форму, что напоминает мужской дипломат. Такие сумки очень круто дополняют аутфит в деловом стиле, сделав его очень заметным и интересным, и, самое главное, строгим. А если еще и галстук добавить, то вы точно соберете много внимания. Кстати, галстук – это самый, наверное, трендовый аксессуар сезона 2023-2024. Ну, прям так много его было на подиумах. И да, о трендах аксессуаров у нас на канале есть отдельный ролик. Я его очень рекомендую к просмотру. Как я уже сказала, сумки прямоугольной формы будут отличным дополнением для делового стиля, а также необычным решением для стиля casual. Миксуйте их с брючным костюмом, с костюмом-тройкой, с жакетами, с пальто, с дубленками, а также с джинсами, массивными ботинками и объемным пиджаком. Следующая модель актуальных сумок сезона 2023-2024 – это сумка-ведро. В этом сезоне особенно популярны сумки необычной формы. Но вот сумки-ведро я хочу выделить особое место среди актуальных моделей. Когда в одном из своих роликов я мельком ее показала, очень многие тогда отписались в комментариях, что она прям неносибельна. Соглашусь, что порядок в ней поддерживать сложнее, чем, например, в предыдущем варианте, но она вполне вместительна и носибельна. Эта модель выглядит оригинально, интересно, но при этом достаточно лаконично. Такие сумки могут иметь жесткий каркас или быть относительно мягкими. Небольшой размер делает модель женственной, а свободное внутреннее пространство сохраняет как раз ее функциональность и носибельность. Она гораздо вместительнее, чем кажется на первый взгляд. На подиумах представлены модели, которые, по сути, легко можно вписать в повседневную жизнь, но я все равно покажу еще более базовые варианты. Следующая актуальная модель – это сумка Хоба. Дословно Хоба переводится как «сумка-бродяги». Название появилось из-за сходства формы сумки с мешком, в котором бедняки носили свои вещи, завязав и повесив на палку. Сумка имеет форму полумесяца и имеет одну цельную ручку. Хоба может быть изготовлена из кожи, из замши, текстиля и эко-кожи. Такие сумки уместны в таких стилях, как кэжуал, боха, романтик. А вот к деловому стилю я бы, наверное, ее не рекомендовала использовать, потому что, несмотря на жесткую форму каркаса, от нее веет какой-то расслабленностью. Хотя, как я уже говорила не раз, современная мода позволяет сейчас быть собой и носить то, что по душе. Если вам некомфортно быть слишком деловой и хочется добавить нотку расслабленности и какой-то такой легкомысленности, это отличный вариант. Кстати, тренд этот уже года 4 с нами, ну, то есть достаточно долгоиграющий. Это как раз к вопросу о том, что многие против трендов объясняют это чрезмерными покупками. Я за то, что тренды нужны, но лучше выбирать долгие и не менять их каждый год. А мы двигаемся дальше. И следующая актуальная сумка сезона осень-зима 23-24 – это меховая сумка. Это может быть сумка, которая выполнена полностью из меха или с меховой отделкой. Ну, какой же холодный сезон без меха, ну, согласитесь. Вообще, меховые сумки – это один из самых популярных трендов сезона 23-24. Этих плюшевых пушистиков, ну, просто невозможно выпустить из рук. Они не только тактильно приятные, они достаточно универсальные, кстати. Подойдут под разные стили и различные виды верхней одежды. Они функциональные и практичные, несмотря, наверное, на то, что многие со мной сейчас не согласятся. Я все равно буду настаивать на их практичности. И, кстати, не дадут замерзнуть вашему ноутбуку или технике, если вы их носите с собой. Для меня, например, это актуальный вопрос. Если выбрать достаточно лаконичный цвет и дизайн, то сумку вполне можно назвать базовой для осенне-зимних аутфитов. Так, сейчас я сделаю небольшую паузу, чтобы вы могли проверить подписку на мой канал и исправить, если вы еще этого не сделали. И обязательно лайк и колокольчик, тогда вы точно не пропустите новые выпуски, в которых я стараюсь собирать все самое актуальное и интересное. Ну, а мы едем дальше. Следующая актуальная модель – это сумка с бахромой. Бахрома, как элемент декора, пришла к нам из направления хиппи и сейчас прям активно набирает обороты своей популярности. От платьев, жакетов и курток дошло и до сумок. Такие модели выглядят достаточно экстравагантно, смело, ярко, броско, но это очень круто. Прям, честно, очень нравится мне этот тренд. Просто добавив одну такую сумку к образу, даже прям самому лаконичному, состоящему из джинсов и базовой футболки, прям образ сразу же преобразится. Только благодаря этой сумке из скучного и пресного выйдет стильный и интересный. На показах, безусловно, представлены более акцентные варианты для смелых, скажем так. Вы можете интерпретировать этот тренд на бахрому под себя и купить более лаконичную, спокойную сумку. Ну, например, вот из этих моделей. Ну, а мы продолжаем разбираться, с какой же сумкой нам ходить или сумками весь холодный сезон. И следующая актуальная модель – это сумки нестандартной и необычной формы. Причем, чем необычнее, тем лучше. Сейчас это не просто овалы, треугольники или цилиндры. Это прям вот максимально что-то необычное. С такой сумкой вы точно выделитесь из толпы, серой массы. Особенно, если возьмете с собой сумку, например, в форме настоящего анатомического сердца. Это очень креативно и супер актуально. Напишите, кстати, в комментариях, рискнули бы вы пойти с такой сумочкой куда-нибудь. Может, на прогулку или в кафе, а может, даже на работу. В общем, пишите, я с удовольствием почитаю. Это максимально смелый тренд, который далеко, наверное, не каждый сможет адаптировать в реальную повседневную жизнь. Но есть и интересные базовые варианты сумок нестандартной формы, которые без труда вообще впишутся в различные повседневные аутфиты и станут таким ярким модным акцентом в привычном образе. Следующий вид актуальных сумок – это вечерние сумки. Причем именно в повседневных аутфитах. Мне кажется, многие дизайнеры и инфлюенсеры просто немного устали от уличного стиля, от простых расслабленных аутфитов, и хочется в них добавить элегантности, торжественности, женственности, изящности. Причем желательно все сразу. Поэтому решили идти таким путем, кардинальным, и сделать вечернюю сумку, которая изначально предназначалась для какого-то торжественного выхода, супертрендом именно в использовании ее в повседневных аутфитах. В этом реально есть свой шар. Следующий вид актуальных сумок – это клатчи. Все новое – это хорошо забытое старое. И это как раз про клатчи. Если раньше клатч был предметом гардероба в основном для торжественных выходов, то сейчас все наоборот. Клатч становится тем самым аксессуаром, который дизайнеры предлагают использовать в обычной жизни. Не знаю, конечно, насколько он практичен, ведь туда едва влезет телефон, ключи и салфетки, но попробовать можно. Например, если приобрести клатч среднего размера, а не совсем миниатюрный. В магазинах и на маркетплейсах представлены как раз-таки базовые модели для повседневных образов. Следующий вид актуальных сумок сезона осень-зима 2023-2024 – это маленькие сумки. Здесь я хочу уточнить, речь пойдет не о микросумках, не о таких, куда даже антисептик не влезет, а просто маленькие компактные сумочки любых размеров, любых форм. На первый взгляд кажется, что маленькая сумочка не так практична, как объемная вместительная сумка. Действительно, в нее сложно положить много необходимых вещей, но ведь не во всех жизненных обстоятельствах необходимо иметь с собой весь дамский набор. Иногда достаточно лишь нескольких предметов, без которых немыслимые любые выходы в свет. Паспорт, смартфон, немного наличных денег и пара банковских карт, помада, зеркальце, кто там что с собой носит. В принципе, все это с успехом поместится и в маленькую дамскую сумочку тоже. Мне прям нравится этот тренд, он такой женственный, эстетичный, красивый. Согласитесь, все-таки маленькая сумочка выглядит более компактно и аккуратно, нежели, например, огромный шоппер. Хотя, по факту, в обычной жизни в основном именно с шофером я и хожу, кстати. Потому что, наверное, ни одна маленькая сумочка по практичности не сравнится. Но то, что касается именно внешнего вида, я отдаю, конечно, свое предпочтение именно такому варианту. Еще я заметила по себе, что чем больше сумка, тем больше в нее набивается, причем много нужного и ненужного. Потом мне все время некогда это разобирать. И в конце концов я уже могу довести себя до того, что я найти в ней уже ничего не могу. Последнее время я стала уходить все-таки от больших шопперов, по крайней мере, стараюсь. Немножко себя дисциплинировать, переходя на маленькие сумки. В них не положишь все подряд. И реально начинаешь уже думать о том, нужно ли мне это с собой брать или не нужно. И порядка, кстати, прям сильно больше. Следующий вид актуальных сумок – это сумка багет. Тоже из серии небольших сумочек. Данная модель не теряет своей популярности уже несколько сезонов. Сумка багет. Это сумка в форме багета, то есть длинная, узкая, с закругленными углами и одной ручкой средней длины. А в нее поместится все самое необходимое, и ее легко носить на руке или на плече. А сумка багет – универсальный аксессуар. Она отлично дополнит образы с джинсами, с футболками, с кедами или туфлями на каблуке. Или с юбками, платьями, как повседневными, так и, наверное, более вечерными. Многое, конечно же, зависит от цвета, дизайна выбранной сумки, но сама модель может быть уместна практически всегда. Теперь, я думаю, можно немножко отдохнуть, сделать глубокий вдох и выдох, проверить подписку на мой канал. И если ее еще нет, конечно же, это исправится. Ну, а мы продолжаем дальше. Следующая модель актуальных сумок сезона осень-зима 23-24 – это сумка трапеция. Очень много их было на подиумах. Но, и скажу сразу, внедрить ее в гардероб, кстати, совсем несложно. Она может встать акцентной деталью в образ с обычными джинсами, белой рубашкой, или легко дополнить какой-то строгий бричный костюм. Тем самым добавив в аутфит изящности, женственности. И, в принципе, добавить такую какую-то интересную нотку. Базовые же модели могут иметь не только жесткую каркасную, геометричную форму, геометрическую форму. Они могут быть более мягкие и расслабленные. Следующий лот среди актуальных сумок сезона 23-24 – это, конечно же, сумка любая. Сумка любой формы в расцветке металлик. Ну, уже, наверное, сложно представить современную моду без какого-то металлического предмета гардероба. Брюки, юбки, куртки, жакеты, обувь. Вот дело дошло и до сумок. Ну, прям круто они смотрятся, тут с этим не поспоришь. Они прям вот гармонично вписываются в простые базовые аутфиты, будь то простые лаконичные джинсы и куртка, или джинсы и свитер. Они становятся некой перчинкой в образе, но при этом визуально не выбиваясь из общей картины, а как будто бы тоже становясь базовой и лаконичной, как и весь аутфит. Формы и размеры, они, кстати, могут быть любой. Следующая модель среди актуальных сумок нынешнего сезона – это сумка с цепочкой. Вот тоже этот вариант на пике популярности уже какой сезон подряд. Первой сумке с цепочками стала делать Coco Chanel. Это легендарная дама. Так ненавидела крохотные радикюли с короткой ручкой, которые постоянно везде теряла, что сдалась целью придумать удобный аксессуар, который упростит жизни женщин. Великая цель. И у нее, конечно же, это получилось. Прагматичная Chanel создала стеганую сумку Convert 2,55 с длинной цепочкой вместо ручки. Отныне аксессуар можно было носить на плече, освободив руки и перестраховавшись от его потери. Это была настоящая революция. С того момента этот прием стали копировать все, а эта модель сумки до сих пор бьет все рекорды продаж и популярности. Ну, я, конечно, не против. Тем более, это смотрится весьма эффектно, да и не теряет актуальности уже довольно долго. Так что покупка такой сумки станет настоящей выгодной инвестицией в гардероб, который выдержит испытания временем и любыми трендами. Обязательно присмотритесь к базовым моделям, и я уверена, каждый сможет найти себе сумку по душе. Ну, и следующая модель актуальных сумок – это сумка Toad. Сумка Toad – это объемная сумка с двумя параллельными ручками, выступающими по бокам сумки, которые позволяют удобно переносить большое количество вещей. Но, в отличие от шопера, Toad имеет жесткий каркас и, как следствие, обычно больше порядка внутри. Также, как и у шопера, у нее нет одного четкого определенного размера, она может быть как очень большой, так и средней величины. Это отличный вариант для делового стиля, для девушек, которые носят с собой на работу ноутбук или планшет, например, а также папки с документами. А также такие сумки легко можно вписать в аутфиты в стиле casual, практичное, вместительное, универсальное, ну и, конечно же, актуальное и стильное. Дальше хотелось бы обратить внимание на ретро-сумки. Это так называемые саквояжи. Мода на винтаж продолжает набирать обороты, но это не значит, что нужно откопать изделие, которому уже лет 50, оно такое старое, заношенное, достать его из сундука и отправиться покорять мир. Нет, так, конечно, дело не пойдет. Ретро-стиль – это современные изделия, выполненные с учетом стилевых особенностей определенной эпохи. Фасон, расцветка, тип фурнитуры, ну и так далее. Дизайнеры вдохновляются, берут за основу идеи того времени, а потом трансформируют ее в современном виде. Это выглядит круто и еще круче. Такие аксессуары вписываются в актуальные образы, причем практически любого стиля, будь то casual или даже портшик. А посмотрите еще раз на базовые модели в этом стиле и не путайте их с теми, которые уже изжили себя. Их можно хранить как память или сдать в музей. А базовые современные модели смело вписывайте в образы, и этой осенью вы обязательно будете самой модной и стильной. У меня осталось, наверное, буквально несколько пунктов, которых я хотела бы сегодня показать. Не переключайтесь, я прям очень надеюсь, что вам будет интересно на них тоже посмотреть. Следующий актуальный пункт на сегодня у нас плетеные сумки. Плетение достаточно популярный прием, который перешел из летних сезонов в осенне-зимний. Конечно же, сам материал уже не солома или рафия, как летом. Это уже более грубые материалы. Кожа, эко-кожа, вязаный текстиль. Такие сумки интересные, универсальные, функциональные и отлично разбавляют повседневные образы, дают им нотку легкости и непринужденности, что ли. Базовые модели можно выбирать как полностью из плетения, так и частично. Например, модели с плетеными ручками. Следующий актуальный вид сумок – это сумка в стиле гранж. Вообще, бунтарство и дерзость – основные характеристики, наверное, направления гранж. Они смелые, дерзкие, броские, немного визуально неопрятные. Все, как и должно быть в этой стилистике. С кучей застежек, молний, клепок, потертостей и прочего бунтарского декора. Конечно, эффектно смотрится, тут прям не поспоришь. Безусловно, в деловой и классических стилях не впишешь при всем желании. Но вот casual или даже спортшик, я уверена, они гармонично дополнят. Базовые модели, конечно же, не такие броские, как на подиуме, но наличие характерных деталей их точно прям отличит от остальных. Ну и последнее на сегодня, конечно же, это сумки из денима. Было бы странно, если бы деним здесь обошел нас стороной, потому что деним сейчас просто топ среди трендов сезона, причем во всех изделиях. Дизайнеры все так же продолжают вдохновляться эпохой 90-х и нулевых. И вообще тренд прикольный, потому что абсолютно любая джинсовая сумка сейчас актуальна. Даже самая протертая до дыр из секонд-хенда или сшитая своими руками из лоскутов и остатков. Ее можно вписывать как отдельный элемент в лучки в стиле casual, а можно создавать тотал лук из денима, добавляя туда еще и сумку. Выглядеть это будет прям очень круто и актуально сейчас. Только я хочу добавить и обязательно прям напомнить вам один момент, что при составлении тотал джинсового аутфита не забывайте, что вещи по крою должны быть максимально современными и актуальными. Только тогда у вас получится создать тот самый супермодный тотал деним, о котором все сейчас так часто говорят. Базовые модели можно подобрать самые лаконичные и простые. Они универсальные и, как вы поняли, просто жить вам могут очень долго. На этой позитивной нотке я завершаю свой обзор актуальных сумок сезона осень-зима 23 и 24. Пишите в комментариях, какой тренд вас не оставил равнодушный и какой совершенно, возможно, не впечатлил. Я с удовольствием все это почитаю. Ну и лайки не забывайте. До скорых встреч. Пока!